здравствуйте дорогие друзья пианисты и я открываю как бы школу игры на фортепьяно и неотъемлемой частью игры и обучения на фортепьяно это этюды на разные виды техники даже в одном этюде можно найти несколько несколько видов штрихов и этюды они очень музыкальные они также несут очень интересные мелодии но в то же время они построены очень четко и не сложно именно от простого к сложному мы же всегда двигаемся от простого к сложному мы не начинаем сразу в 5 класс эти мы идем сначала первый пас то 2 3 4 5 и так последовательно и один из таких этюдов мы будем разбирать сейчас это этюд гнесиный во первых этюд можно сыграть в разном темпе можно сыграть медленно можно сыграть если ты уже справляешься с медленным темпом можно сыграть быстрее и можно сыграть еще быстрее обучающий момент что можно сыграть и медленно и средний и быстро и они будут слушаться красиво в любом темпе в этом конкретном этюде мы играем левую руку именно две ноты что тоже очень удобно и она повторяется левая рука именно играет она на первую долю вот этот интервал квинта 2 первым и пятым пальцем это очень удобно для начинающих потому что вот это формирует как раз нас свод руки вот нашу позицию очень удобную дам где вот клубочек или яблочко и вот эти первые пятые пальцы мы здесь должны обратить на пятый палец чтобы здесь была косточка этом пальцем и первый палец мы должны обратить внимание что здесь тоже была косточка которая смотрит в сторону значит обращаем внимание вот на это в то же время мы не зажимаем левую руку она у нас свободная вы что проверить свободу руки вы возьмите сыграйте левую руку и рукой вот так вот сделать круговое движение плечом рукой и а в это время вы должны схватиться вот этот вид удержать у и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok И здесь левая рука перемещается только вниз на квинту соль ре большая малая октава, то есть она перемещается с до соль на соль ре, и все, вот ее движение, ее просто надо будет держать четко на свою долю и нажимать на первую долю всегда в такте, она одна и держится весь такт, вот это до соль. И в правой руке идет мелодия, но здесь разные штрихи и стакката, и легата, и есть нон-длегата. Но легат это когда мы играем не связывая ноты, не связано, то есть мы ставим ноту и отделяем ее от другой ноты, не связано, то есть, но мы ее не играем стакката, просто мы ее ставим и держим столько, сколько нужно держать, сколько по длительности она длится. Сейчас мы разберем четыре такта этого этюда. Начинает играть правая рука в первой октаве. Соль. Соль. До. Си. Ля. Си. Ля. Си. Ля. И повторяется. До. Ре. До. Ре. Соль. Ми. Ре. Пальцы посмотрим. Начинаем играть с первого пальца. Первый на соль. Четвертый на до. И рядышком бросится, пальцы рядом, третий, второй, как раз идут на си. Ля. Си. Ля. Третий, второй, третий, второй. И заново играем. Первый на соль. Четвёртый на до. Си. Ля. Си. Ля. Первый соль. 3 мини то есть здесь идет откладывание на мини третьем потому что дальше 1 будет на до 2 до соль 3 и 2 на 4 размер здесь 4 четверти 1 2 ноты у нас четверти там идут восьмые вот эти силе 1 и 2 и 3 8 и 4 раз и обратили внимание что я играю две первые ноты отрывисто и у них идет . стоит под ноты и на 1 ты до 1 ты соль и на 1 ты до это штрих стакката и мы его играем отрывисто что значит сыграть отрывисто это значит мы подгибаем пальчики под себя соль да но в это время рука у нас не делает никаких движений то есть кисть не делает никаких движений все мы делаем только пальцами соль да дальше идет ли кота си ля си ля соль вот эти пять нот их нужно объединить но последняя нотка соль идет снова стакката то есть и надо сыграть провести ли кота но последнюю ноту снять на стакката смотрите мы будем сейчас это делать си ля си ля соль до пальчик себя и опять и опять соединяем си ля си ля пальца смотрите первый соль стакката третий такт не третий пальчик стакката и дальше 1 надо и здесь ли гата опять до рэ до рэ до рэ и соединяем соль ми рэ и 4 и половинка последние но тоже ее нужно досчитать отлично и давайте сыграем правую руку все точно как написано 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 повторите правую руку с нужными пальцами с нужным ритмом и с нужными штрихами пока не получится как нужно то есть добейтесь конечно результата вот и что к чему мы будем здесь стремиться в правой руке мы будем стремиться выделять сильную долю сильная доля всегда идет в музыке это первая доля и третья доля это относительно сильная доля в этом в этом случае у нас как раз будет 1 это соль сильная раз три у нас получается на нотку си и она тоже будет как бы мы ее немножечко тоже будем выделять давайте еще раз раз вот сильная и сильная и сильная выделяем и идем к нотке соль вот это движение мы тоже его отмечаем смотрите соль до сильно сильная соль мы идем сюда сильная соль ми доры 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 соль ми ре отлично и теперь мы будем соединять слева руку левая рука всегда играет на первую долю повторяем свой интервал то есть она держит ее его этот интервал до конца так еще раз повторяет на первую долю и еще раз повторяем на первую долю и всегда мы проверяем что рука нас было свободное плечо не поднималась и было комфортно левой руки играть и давайте медленно сыграем и вместе вступаем с ноткой соль здесь такое важное замечание что левая рука держится а право играет стаккада поэтому нужно сначала хорошо правду выучить раз да да си-ля-си-ля здесь меняем но здесь мы ля не снимаем для мы ведем до ноты соль здесь тоже сложность а в это время мы должны поменять а потом соль снять левая рука напоминает такое звучание волынки да такое красиво еще раз и 3 и 4 и 1 3 и 4 хорошо потом когда у вас уже получится это сыграть вы уже наращивайте темп что вам было не скучно и берем следующие четыре такта следующем четырех тактах левый рукав повторяется до соль а вправо рука на снижается чуть ниже минутка 1 октава соль до р и до заряд соль эдра до ре до зелы одинаковых такта дальше 4 держим да и 4 и смотрим пальцем не и соль 3 палец с третьим то есть мы начинаем играть третий палец дальше 5 на соль 1 надо 1 2 1 2 опять 3 нами соль до рэ до рэ дальше мы не снимая руку не оторвает эти дуры дуры мы играем не 3 4 и соль 5 и вот здесь сняли руку рэ сверху поставили играли вторым и сняли руку до 1 рэ ми до и 4 и посчитаем все четыре такта третий пальчик на ним и мы сразу смотрим те штрихи которые нужны то есть первые две ноты четверти и они играют с отрывисто стакката опять вспоминаем как мы играем стакката под себя пальчик под себя ми 3 5 2 и дальше до и 4 и все лига то мы тянем сюда кнопки не раз и два и три и четыре и раз и два и три сверху и половинка 4 и снять раз и или кота и четыре и если я говорю легато то вы знаете что это связано в этих четырех тактах нам встречается легато три раза смотрите первый раз мы соединяем доллар и доллар и не второй мы раз мы соединяем доллар и доллар и не фасоль и третий раз до рэ ми то вот эти вот объединенные лиги они объединяют легатные ноты которые не ведем и мы будем играть двумя руками на 1 левая рука и здесь нотками ми стакката третьим пальцем раз и два и дальше легато три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и стакката я еще раз сейчас проговорю какие штрихи стакката минуты соль соль дальше легато доры 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 не снимаем и посоль правы вот здесь не снимаем доры доры ми фасоль модели до соль ноты ликата да рэ сверху дурами да вы можете попить сольфеджио это очень даже будет хорошо для вас потому что память таким образом вы запоминаете хорошо мелодию когда вы пропеваете вы слышите мелодию и очень хорошо и вспоминаете там легче будет ее услышать и слышать и слушать и воспроизводить ее на пианино так еще раз сыграю чуть живее раз конечно левую руку вы не сидите и до конца вот прям совсем не жмите вы ее должны снять на 4 уже приготовить следующее нажатие следующее нажатие да то есть успеть ее снять и иметь нажать вовремя чтобы не было дырки между тактами до берем следующие четыре такта здесь построение как раз вот как бы 4 4 4 4 такое идет ровное и очень удобно логично и понятно в правой руке у нас нотка рэм и через две ноты соль рядышком для мелодия пошла вверх си до си соль рэм так здесь вторым пальцем играю ноту рэм здесь как раз идет нон легато смотрите у нас написано стакката и лига стоит это означает что будем играть не легато и не стакката что-то между ними то есть мы будем все-таки снимать руку и не играть ее отрывисто потому что идет лига стоит вот такой интересный здесь штрих рэм снять соль пятым до держать дальше снимаем руку и 2 ставим палец на ля ля си до си ми то есть в этом такте во втором здесь и легато и стакката ля алигато си тянем до нотки си стакката ми хорошо и опять второй палец на рэ соль поставили сверху сняли руку ля вторым стакката 5 море и си пола поставить и держать теперь со счетом все сыграю раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и хорошо в левой руке у нас аккорд то есть интервал винта соль и и она видите она залеговано со следующим интервалом таким же вот если у нас такая же нота или такой же интервал такой же аккорд залегованный да это мы не повторяем следующий за ним мы не повторяем то есть получает что мы держим здесь тапе что держим и сесть два такта вот и давайте вместе играем здесь вместо несложное потому что долго здесь длится все раз и по и снять 3 и 4 снять а левую держим алия 2 и стакката 4 и на месте раз повторения и и 4 снять 1 2 и 3 и 4 и отлично и еще побыстрее сыграем хорошо и берем следующие два такта тоже начинается также в правой руке давайте сразу пальчиками посмотрим какие здесь написано второе 5 и 2 и 5 и 4 наш 8 2 пальца то есть мы сняли руку 2 3 2 5 3 стакката си и соль стакката дальше сюда перенесли руку 2 палец на рэ стакката 5 соль стакката 2 перенесли ля держим леката 3 2 1 и 4 и 4 и снять и 4 все сначала сосчитаем это место нужными пальцами и нужными штрихами уже играем раз и и в левую у нас опять также соль рэ не повторяется то есть не снимается следующий так повторяется держится и мы вместе играем раз и два и три и четыре вместе стакката стакката ля си ля соль два три четыре поживее сыграю лично и дальше идет повторение то есть получается все сначала и снять отлично мы с вами разобрали этот этюд внесенной и я думаю вам обязательно пойдет на пользу и будут живее ваши пальчики бегать от как зарядка для пальчиков потому что здесь различные штрихи и левая рука совсем облегченная для новичков для начинающих как раз очень удобная и она именно левая рука тоже способствует постановке мы прощаемся будем разбирать уже следующий этюд жду вас на следующих уроках всего вам доброго